Слава Украине! Привет всем от Полонского! На России ширится движение жен этих могилизированных чмобиков. Значит, они должны выйти по всей видимости, я не понял, то ли сегодня, то ли завтра, не суть важно, когда к памятникам советскому солдату, как он там называется, неизвестный солдат, и, значит, демонстрировать там в день как раз с начала этой могилизации, 500 дней могилизации. Помните, Путин верещал вместе там с Боброедкой Симонян Киев за три дня, Киев за два дня, вот это все, да, помните прекрасно, да? Вот, и, значит, уже прошло 500 дней с того момента, как он могилизировал чмобиков, ну и контрактников, вот эту всю лабуду, которая там есть, я их все называю вместе одним таким бодрым названием чмобики, да? Так вот, откуда чмобики? Частично мобилизация, частично могилизированная, да? Некоторые уже не частично, но все равно чмобики. Да, так вот этих чмобиков 500 дней назад начали могилизировать в российско-фашистскую армию. И вот их женки сегодня, мамки, мамка-женки, выходят, значит, бунтовать. О, у нас тревога. Да, бунтовать будут на коленях, судя по всему. Ну, как обычно, как принято у них там в болотах, значит, к царю исключительно на коленях. Ползать и умолять его, чтобы он, значит, вернул им Ваньку назад домой, алкоголика. Речь идет не об этом. Мне их не жалко вот настолько. Я вам скажу почему. Потому что каждая из них, в надежде на хорошие барыши, на деньги, отправила своего негодяя-убийцу убивать женщин-детей в Украине. Вот что она каждая из них сделала. То есть каждая из них, по сути дела, отправила в Украину бандита-наемника. Как это еще можно расценивать? Как их можно жалеть? Как им можно сочувствовать, если они посылали своего недоумку этого мужа убивать людей в Украине? В чужую страну? В Донецкую область, в Крым и так далее, и так далее. Что это такое? Как их можно вообще? Как к ним можно относиться? Поэтому ни малейшей жалости к ним не имею. Но тут интересно другое. Не мое к ним отношение. А отношение к ним власти. Посмотрите. Путинская комарилья позабирала этих алкашей из семей. И к радости мама к женам отправила их за деньгами в Украину. Воровать, что они там у нас крадут? Бэушные женские трусы, собачьи будки и, конечно, унитазы. Унитаз мечта каждого россиянина, судя по всему. Да. Так вот. Забег за унитазами. Отправила их. И, собственно говоря, когда большая часть из них там, вы знаете, прекрасно, уже под 400 тысяч двухсотых расистов тут в Украине. То есть практически всех, кого могилизировали 500 дней назад, их уже нет. Причем они не трехсотые, а не двухсотые. Но они за это время еще могилизировали. Еще одно. Это у них не прекращается состояние. Она могилизация, она вечная. Вот. И утилизируют уже тех, которых там, господи, их вот две недели назад словили где-то там в каком-то, условно говоря, Ярославле на улице. И уже он под Донецком где-то там уже ему дрон за шиворот закинул гранату. Вот. То есть уже следующих, следующих. А это все думают, что ей Ваньку вернут или деньги выплатят. Ага, сейчас подскачут и еще раз выплатят. Вот. И что придумали, значит, путерасты? Они придумали следующее. Они, значит, вот на митинге вот этих мамок, женок сейчас за деньги нанимают провокаторов. Да. Которые будут там нарушать порядок. Которые будут их, возможно, даже лупить этих мамок, женок. Им раздадут. Это в основном нанимают среди учащихся ПТУ и студентов. У кого вторых денег нету. Им там какие-то через газету официально. Да. Их берут там на работу на день-два. Вот пока эти вот протесты, шматесты. Вот. Им дадут, значит, патриотические майки, чтобы они выглядели так, знаете, как орлы. Орлы путинские. Или там Гитлер-Югин. Да, такой Путин-Югин. Вот. И отправят их, значит, делать невры вот этим вот мамкам, женкам, которые пошли, значит, требовать этих своих алкачмобиков домой. Вот так вот. И вот это еще раз характеризует отношения путинской власти. Они не хотят прекратить вторжение в Украину. Варварское. Они не хотят стать на колени перед украинским народом. Расплатиться перед ним за нанесенную ущерб, дать триллион долларов и убрать свои бандитские войска из Украины. Нет. Они предпочитают кошмарить мамок, женок, тех самых чмобиков, которых благодаря бандитскому путинскому режиму уже давным-давно ликвидировали в Украине. Вот так.